всем привет итак ребята в этом видео я хочу продолжить эксперимент с акриловой заливкой в этом видео я хочу сделать на квадратном таком холсте волну красивую волну по идее должна быть красиво если все получится что я буду использовать это три вида краски то есть три цвета фиолетовый такой вот насыщенный пигмент синего и такой вот мятный бирюзовый и такой вот красивенький цвет и буду добавлять я белую краску клей pva вот я уже открыла лак фасадный и обыкновенная белая краска вот она еще не тронутая такая ультра белая ультра белая вот видно и попробую еще силикон добавить силикон у меня вот такой строительном магазине все это покупалось я насчет силикона конечно не уверена его качество потому что срок годности тут у него уже выходит получится мне что-то с ним сделать я не знаю короче посмотрим так хочу сначала замешать краску в этом большом стаканчики что мне еще понадобится еще такие вот стаканчики мешалочка эти все стаканчики бумажные с под кофе потом на всякий случай трубочку взяла такие мешалочки палочки это которые от набора суши так как вспомогательная штучка листы а4 я потом покажу зачем они по идее сейчас могу даже показать вот у нас будет волна если есть большой такой длинный мастихин то можно эту волну вот так вот подправить мастихином но у меня волны ой мастихина этого нету поэтому я волну буду делать с помощью листа а4 вот вот так вот покраски проводить предварительно намочив так сначала я хочу в один стаканчик все сюда добавить белую краску намешать ее здесь это у нас будет как основа те она такая как сметанка довольно таки густая поэтому я ее буду еще разбавлять во втором стаканчики я хочу клей пиво разбавить тоже густой 3 ложки клея пиво все это палочкой и 3 таких же ложечек лака даже 5 ложек лака сейчас еще добавлю воды воды добавляю чистой и примерно столько же сколько у нас там клея пиво то есть пол стакана у нас получилось клей пиво с лаками пол стакана я наливаю воды простой обыкновенной все теперь это дело я перемешиваю теперь я добавляю в краску и мешаю даже такой ложечкой удобнее размешивать она тогда со дна поднимает густоту всю и перемешивается хорошо с водой спала и с лаком вот такая у нас густота сейчас в этом стаканчике еще осталось видите тут уже погуще будет сюда можно добавить еще воды теперь я пожалуй одену перчатки все таки вот такие у меня перчатки потому что краска будет везде краски будет много теперь у нас есть вот стаканчики этот пока отставляю стаканчики как вы видите мне не первой свежести мне надо у нас три цвета три стаканчика конечно это все я делаю ну чтобы показать вам на камеру сразу на холсте ставлю эти стаканчики конечно идеально было это отдельная поверхность но мне надо вам показать чтобы все поместилось в экране так и нам отдельно надо будет намешать еще белой краски все я отставляю теперь смотрите вот такая красивая вот видите она какая добавляю ее чуть-чуть синий если хотим чтобы был выраженный цвет добавляем больше краски если бледненький то меньше краски вот этого пингмента так и фиолетовый размешаем посмотрим что тут у нас получится синий вот такой у нас получается светло-синий поехали дальше фиолетовый нежный фиолетовый получился и мятный бирюзовый тоже довольно таки нежный цвет получился очень получится у нас нежная волна может надо в отдельный стакан сейчас намешаю более такой глубокий чтобы был цвет да хочется еще темноты добавить темного цвета сейчас вот разбавила я фиолетовый и синий два пигмента в один и получился вот такой вот у нас отличный цвет вот разбавила я столько белой краски нас я должно быть больше всего этот у нас метод называется добавить все и сразу и клей пва и лак и силикон у меня тот строительный силикон который я вам показала мне конечно есть сомнения по поводу него но стоит попробовать сейчас я и попробую добавить какой-то все густой я не знаю что из этого получится нужно ли его вообще добавлять так палочка выручалочка но густое видите ходу это вообще не тот силикон я не знаю я добавлю попробую с этим силиконом если ничего не получится то понятное дело значит этот силикон вообще сюда никак не годится надо значит брать другой более жидкий не уверена что он даже разбавиться там хотя бог его знает ну посмотрим как это у нас эксперимент что добавляю так туго вообще вылазит из тюбика и белый во все краски подобавляю посмотрим что же у нас получится из этого всего получится ли желаемые ячейки у нас с этим силиконом посмотрим есть сомнения по поводу этого именно силикона все у меня все подготовлено уже видно что тут силиконом даже не я не растая вот он видите сосиской лег такой херня короче с тем силиконом строительным так все понятно что он можно ли вот очень сосиску ту размазала поэтому надо искать другой силиконом все херня увидим наш холст взрядно измазался от стаканчиков надо еще ничего не перевернуть не хотелось бы казуса так можно это делать шпателем или лопаткой какой-то попробуем нашим шпателёчком выровнять ой 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 все теперь волну будем делать вот так вот то есть ту-ду-ду-ду будет заворачиваться она у нас рукой начнем с темного начнем с темного так 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 боюсь что никаких ячеек у нас не будет сейчас беру лист я сбрызну на него водой смочу и и порно ли и 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 начальниками как бы особые не пахнет что-то что-то слабенько очень слабенько появляется Ой, краска льется. Конечно, с ячейками все было бы гораздо симпатичнее. Так что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. так ребята на самом интересном месте остановилась запись я показывала как я вышла из этой ситуации то есть я сверху на картину решила побрызгать дезинфицирующим средством на спирту вот такой вот у меня то есть это спиртовой раствор я сверху просто побрызгала на картину так старательно тщательно там есть видео в дальше будет как я брызгала да но вот сам процесс на данный момент вот вы увидите что получилось в итоге после того как я побрызгала сверху на картину и пошевелила ней появились красивые разводы и маломайские ячейки вот сейчас на видео вам это все будет видно вот что у нас в итоге получается силикон короче этот вообще не подходит надо искать жидкий короче надо искать еще я еще посмотрю еще до силикона доберусь так краска естественно везде разливается вот немного пошатала картину вот такие разводы получились цвета очень красиво мне понравились это как еще можно выйти из этого положения но вот видите за счет того что спиртовым раствором я побрызгалась кое-что какие-то там получились такие маленькие ячейки какие-то намеки вот что-то получилось теперь вот у меня в руках трубочка хочу еще попробовать с помощью трубочки какой-то нести тоже узор щеки мои тоже видно да хороши смарт-вух 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 хи 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 ну вот такая интересного у нас волна получаться чтобы не да уже и спиртовой раствор закончился хотя бы маленькие чеки получились так типа задаем направление волне да так все на данном этапе наверное не оставлю его высыхать вы мне напишите пожалуйста мне тоже интересно будет ваше мнение как вам выход из такой ситуации когда силикон вообще не силикон не то что надо надо поискать вот ну нас получилось такая волна ну пусть высыхает работа моя сохнет вот такая она получилась еще сниму когда подсохнет а вот столько осталось у меня краски такие красивые цвета и белая осталось и мятная фиолетовая синяя я замотаю пищевой пленкой и завтра я буду делать цветок уже без силикона конечно хотелось чтобы с первого раза получился результат но это тоже опыт ребята это тоже опыт понятно что этот силикон не подходит буду искать другой вот а следующая моя работа будет без силикона хочу добавить эти цвета плюс еще какой-то розовый желтый оранжевый и сделать цветок красивый тоже в таком же стиле заливка акрилом так вот смотрите ребята я пленка обмотала стаканчики с краской и теперь они у меня так будут храниться до следующего использования где прошли сутки даже уже полторы суток прошло как наша картина сохнет вот по краям она уже полностью высохла такая гладкая красивая поверхность наша волна вот где больше белой краски особенно по краям сейчас я вам покажу где высыхают вот где тоньше нормально краска где толще слой судя по всему там появились и микро трещинки видите и разводы как бы видно переход у меня это не очень устраивает конечно я и из этого положения найду выход из этой ситуации я что-нибудь придумаю либо много буду смотреть по обстоятельствам либо буду добавлять еще белую краску сюда чтоб не было видно вот вот этих трещин как-то закрашивать или же у меня есть блестки и белого цвета бесцветные можно просто анала когда я буду картину покрывать лаком а я ее буду покрывать лаком не просто посыплю сюда этими белыми блестками они такие не сильно блестят немного переливаются но и чисто беленькие как бы еще одним таким элементом дополнить картину результат окончательно этой картины я выставлю у себя в инстаграме свой инстаграм я оставлю внизу под видео в описании можете будет переходите посмотреть как бы конечные результаты этой картины но в принципе бы мне нравится что вот такой вот цвет красивый получился такие есть разводы то что мы побрызгали спиртовым раствором и получился вот такой вот эффект интересный а вот морская волна получилась сфотографирую довольно такие интересный эффект еще одним опытом своими с вами поделилась напишите как вам такой результат ну сама картина мне нравится мне нравится цвета мне нравится результат но есть погрешности возможно из-за этой белой краски так как она больше предназначена для стен для потолка то есть поиски мне еще предстоят для заливки акриловой белую красочку и силикон все ребята спасибо всем за просмотр жду ваших комментариев и как обычно подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравился такой вот опыт еще один мой такой вот результат все всем до новых встреч пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok